Здравствуйте! В эфире программа «Тема». Совсем скоро новогодние праздники. Когда будет дан торжественный старт новогодним мероприятиям в Белгороде и какие сюрпризы подготовили для белгородцев, нам расскажет руководитель управления культуры администрации города Белгорода Грекова Людмила Васильевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Людмила Васильевна, уже такая добрая традиция у нас встречаться с вами в преддверии Нового года. Когда будет дан торжественный старт новогодним праздником в Белгороде? Я думаю, что новогодняя программа этого года будет не менее насыщена, не менее яркая, чем предыдущие годы. И мы в этом году стартуем раньше, чем обычно, 23 декабря. Традиционно начинаем с нашего самого яркого, самого красочного мероприятия. Это парад шествия, парад Деда Морозова и Снегурочек, который, опять же, по традиции пройдет по Гражданскому проспекту от здания администрации города до Соборной площади. На Соборной площади состоится вот то, наверное, красочное мероприятие с зажжением главной новогодней елки, елки, которая уже сейчас установлена на Соборной площади. Действительно, это очень яркое, запоминающееся событие. Его ждут и взрослые, и дети. Вот что касается парада Дедов Морозов, с каждым годом все больше участников, все более интересные какие-то идеи воплощаются. Что в этом году? В этом году, да, не обойдется у нас без новшеств. 18-й наступающий год – это по восточному календарю год собаки. И поэтому у нас в этом году впервые примут участие, вот символ этого года у нас будут хаски. То есть собачьи упряжки. Да, которые будут, скажем так, возглавлять колонну всех Дедов Морозов. И один из Дедов Морозов приедет вот на такой упряжке, въедет на Соборную площадь. Я думаю, что это, ну, такой будет счастливый символ года. Кроме того, 18-й год – это год чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране. И мы хотели бы, чтобы в нашей праздничной колонии не обошлось без вот такого спортивного Деда Мороза. Потому что как год встретишь, так его и проведешь. Поэтому я надеюсь, что спортом будет насыщен весь 18-й год. И мы считаем, что в колонии не должно обойтись без вот такого спортивного Деда Мороза, без тех, кто пропагандирует, популяризирует спорт. И вот мы надеемся, что у нас будет такой запуск, в том числе и спортивного года. Сколько вообще уже зарегистрировались официально для участия в параде Дедов Морозов участников? На сегодняшний день у нас порядка 30 участников, но у нас только начата регистрация. И я думаю, что к 23-му числу у нас будет не меньше, чем в прошлом году. 70-80 участников у нас будет. И колонна будет такой насыщенной, яркой. Я надеюсь, что годы проведения фестиваля многому учат. И у нас каждый год появляются новые ростовые куклы, новые герои. Кроме того, хотелось бы отметить, что год 18-й губернатором Белгородской области объявлен годом детского чтения. И поэтому мы немножко ориентировали наших Дедов Морозов на то, чтобы в их свитах были все-таки герои русских сказок, русских произведений. Поэтому вот таких героев, я думаю, становится все больше и больше. И этот год не будет исключением. Город уже преобразился. Сверкает огнями праздничная елка на Соборной площади. Какие же развлечения ждут горожан на главной площади нашего города? Мы надеемся, что вот то праздничное убранство, те нововведения, то, что было дополнительно сделано по сравнению с прошлым годом, конечно, сделало площадь более яркой, более насыщенной. Поэтому и мероприятия мы старались так подобрать, чтобы они были рассчитаны на любого жителя города, и маленьких, и взрослых. Так же, как и в прошлом году, будет работать гастрономический фестиваль ярмарка на Соборной. Он будет работать с 23 по 14 января. С 11 утра до 11 вечера мы ждем всех. И так же, как и в прошлом году, можно будет попробовать и русские блюда, и шашлык, и попить горячий чай, кофе. И, конечно, это вот прошлый год показалось, что это привлекает. Можно и погулять по городу, пофотографироваться на площади, и выпить горячего чая всей семьей. Это всегда такое приятное времяпровождение. Кроме того, конечно, утренники, конечно, концертные программы, спортивные соревнования и такие шуточные для, опять же, всей семьи. Мы надеемся, вот я уже говорила про спортивный такой год, что это тоже вот в зимние праздники, ну, наверное, будет не лишним. Активный, активный для всей семьи. Немножко поактивничать и немножко вот так размяться на площади. Поэтому вот какие-то шуточные перетягивания каната, какие-то эстафеты, которые вот в такой... Не надо быть спортсменом, чтобы принять в них участие. Будет работать каток с 10 утра до 22 вечера. Пожалуйста, вход свободный. Можно всем желающим, опять же, всей семьей прийти, покататься на катке. Ну, и с 16 до 18 ежедневно на катке будут проходить мероприятия. Это будут и мастер-классы со спортсменами, и показательные выступления наших фигуристов, и какие-то, ну, может быть, тоже такой игровой форме соревнования. И среди тех, кто просто катается на коньках, и среди хоккеистов. Поэтому мы надеемся, что вот та насыщенная программа, которая на площади организована будет, позволит всем найти интересное занятие. Ну, и финалом, такой яркой точкой праздничных мероприятий на Соборной площади будет фестиваль вареников, который пройдет впервые в нашем городе 13 января. Это Старый Новый Год. Мы тоже, наверное, по старой русской традиции, мы его празднуем не меньше, чем Новый Год. Да, поэтому вареники, как ни удивительно, в нашей области готовят больше, чем в других областях. Это такая, как оказалось, такая изюминка нашей области. Поэтому на любой вкус. Все вот те участники фестиваля ярмарка на Соборной, который будет там работать, будут предлагать посетителям вареники и вареники, самые разнообразные начинки в этих варениках, от таких традиционных, к которым мы привыкли, до очень неожиданных вареников. Поэтому этот фестиваль, я думаю, что очень украсит, такой станет финальной точкой. Ну и, конечно, концертная и развлекательная программа в течение этого дня. Мы постараемся, чтобы она была в традиции русских святочных гуляний и тоже будет интересная. Фестиваль еды всегда хорошо. А что организовано для тех, кто любит более активный отдых, спортивные мероприятия, может быть, какие-то? Ну, прежде всего, Соборная площадь станет таким местом и центром, где можно узнать о мероприятиях спортивных и ежедневно поучаствовать в таких мероприятиях. Уже 1 января. Для тех, кто проснулся, кто в строю, в 12 часов будет забег Нового года. И мы всех приглашаем. Будет фестиваль финской ходьбы. Будет начало открытия сезона подводного плавания, если, конечно, лед будет. В общем, кто не может бежать, пусть идет. Кто не может идти, пусть плывет. Да, то есть огромное количество мероприятий. Я уже говорила о тех, может быть, шуточных мероприятиях, но они тоже будут. Поэтому у нас будет на Соборной площади работать наши спортивные школы, которые смогут, наверное, удовлетворить любой вкус. Ну и, конечно, общеобразовательные школы. Здесь не останутся в стороне. Стадионы общеобразовательных школ, катки, которые, я надеюсь, получится залить возле школ. Спортзалы в самих школах. Они будут открыты на протяжении всех школьных каникул. Причем не только для школьников, но и для всей семьи. То есть всей семьей можно прийти и поиграть в какие-то игры. Даже между собой можно будет побегать, можно будет, наверное, как-то активизироваться. Кроме того, по-прежнему лыжно-рулерная трасса, по-прежнему у нас зоопарк. Мы приглашаем всех в зоопарк. Там тоже специальная и театрализованная программа, и различные игровые программы для детей. Можно будет вот так погулять недалеко от города. Приятно провести время. Что касается катков, горок, ну, наверное, главное, чтобы погода еще не подвела. Ждем снега. Мы надеемся. Мы надеемся, да. И у нас одна из идей по украшению Соборной площади и по развлечению – это снежный городок, который мы все-таки надеемся, что он будет по погодным условиям. Надеемся, что погода нас не подведет и сможет этот городок порадовать наших самых маленьких горожан. И будет такой приятной фотозоной, как и конкурс снежных фигур, который среди образовательных учреждений проводится. И если, опять же, погодные условия будут благожелательны к нам, то все горожане смогут увидеть вот те снежные фигуры, которые родители, дети, педагоги совместно будут, каждая школа будет представлять свою такую снежную фигуру. Ну, раз уж мы заговорили о конкурсах, в каких конкурсах будут белгородцы принимать участие? Вот традиционно у нас выявляются лучшие украшенные дворы, окна. Вот что в этом году? Этот год не исключение. Да, у нас уже сейчас объявлен конкурс «Серебряная Белогорье». Это традиционный конкурс на лучшее украшение в городе. Украшения в разных номинациях. Украшения и учреждений, и частных домовладений, и строительных компаний, и предприятий, торговли, и общественного питания. То есть у нас порядка восьми номинаций в этом конкурсе, и все желающие учреждения, предприятия, частные лица могут принять в нем участие. Главный приз, гран-приз составляет 50 тысяч рублей, ну и в каждой номинации главная премия первая 30 тысяч рублей, и так далее по убывающей, плюс те призы, те премии, которые по итогам, может быть, отмечены будут жюри или там зрительские симпатии. В интернет у нас запущено достаточно много интересных конкурсов. У нас молодежная политика активизировалась, поэтому и на лучшее новогоднее оформление окна, и у нас будут ежедневно с 18 до 20 проходить молодежные дискотеки на катке. И вот там они запланировали много интересных конкурсов, ну прежде всего, наверное, для молодежи. Поэтому тоже, я думаю, можно каждому принять участие в таком конкурсе по своему вкусу. Какую культурную программу подготовили для самых маленьких зрителей? Какие постановки ждут на сценах наших учреждений культуры? У нас уже сейчас все наши культурно-досуговые и театрально-концертные учреждения начали, ну скажем, сезон новогодних утренников. И все, и Драматический театр, и ДК «Энергомаш», ДК «Сокол», «Филармония», «Кукольный театр» подготовили программы, театрализованные представления для наших самых маленьких. Вы знаете, вот проанализировав, могу сказать, что да, русские народные сказки у нас на сегодняшний день прямо лидируют. У нас и «Дворец пионеров», сказка у них по щучьему велению, и «Морозка», и все наши практические учреждения вот именно обратились к нашим традиционным русским, да, к русскому фольклору, к русским сказкам. Я думаю, что это будет приятным времяпровождением не только для детей, но и для родителей, потому что посещение, например, школы искусств с их музыкальными спектаклями, с их музыкальными сказками, они никого не оставляют равнодушными, и всегда и родители с удовольствием не просто ожидают в фойе, а уже традиционно покупают билет, заходят и смотрят эти новогодние представления. С не меньшим удовольствием, чем дети. С не меньшим удовольствием, чем дети, потому что, наверное, любому человеку окунуться в детство, окунуться вот в эту атмосферу праздничную, наверное, приятно, и это делает нашу жизнь лучше. В этом году у нас 1260 детей посетят ёлки мэра. Это традиционно организованные администрации города Белгорода мероприятия, на которые приглашаются прежде всего те дети, которые добились каких-то успехов в уходящем году, те, кто занял какие-то призовые места и на Олимпиадах, и показал результаты в спорте, в культуре. Ну и, кроме того, это те детки, которые немногое могут себе позволить, то есть это дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей, и поэтому у нас вот три таких ёлки пройдёт, тоже такие красочные поздравления, подарки. Я думаю, что все категории детей у нас, наверное... Не останутся без праздника. Да, не останутся без праздника, вы правы. А что делается на округах? Как там будут новогоднюю программу выстраивать? В преддверии Нового года, в последнюю неделю уходящего года, у нас на всех округах без исключения пройдут вот такие праздники. Эти праздники, наверное, возможность жителям определённой территории собраться, увидеть друг друга, пообщаться. И, конечно, мы, как учреждение культуры, всегда откликаемся на такие праздники, потому что это очень благодатная среда. Люди готовы включаться в те программы, которые мы предлагаем, готовы водить хороводы, готовы петь вместе с артистами. Поэтому вот работа на таких территориях всегда вызывает отклик, потому что люди действительно радуются, действительно это праздник. И поэтому на всех территориях, 27 территориях у нас пройдут такие праздники. Я призываю всех в них включаться и ждём всех горожан. Развлечения мы рассказали, спорт рассказали, духовная пища. Что предлагаете? Прежде всего, мне хотелось бы пригласить всех в наш Белгородский государственный художественный музей. Сейчас там работает уникальная выставка, выставка из фондов Государственного русского музея, который находится в Санкт-Петербурге. И у нас предоставляется такая уникальная возможность, не выезжая из города, посмотреть на шедевры живописи. Выставка так и называется «Портрет семьи». То есть вот, опять же, для семейного отдыха можно прийти, и тем, кто, может быть, от зимних забав немножко замёрз, можно в художественный музей зайти и посмотреть такую уникальную выставку. Ну и, конечно, наши фотогалереи, музей-диорама, выставочный зал «Родина». Там будут работать выставки самой разнообразной тематики, и каждый желающий может немножко так прикоснуться к такому. Приобщиться к прекрасному. Ну и, конечно, если говорить о духовном, то 7 января у нас традиционно проходит молебен на площади. И мы ждём всех, кто хочет отметить рождественский праздник, такой замечательный праздник, то этот молебен начнётся в 15 часов, после молебна будет такой рождественский концерт, поэтому тоже будет такое яркое, надеюсь, насыщенное мероприятие. Людмила Васильевна, спасибо, что так подробно рассказали обо всей новогодней программе. Уверена, что каждый житель и гость нашего города найдёт для себя развлечение по вкусу. Мы ждём всех горожан на наших мероприятиях, и надеюсь, что праздник придёт в каждый дом. Ждём праздников. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24».